Значит, сначала я хочу сказать о том, чтобы вы внимательно относились к Священному Писанию, собственно, это тема сегодняшнего сообщения, чтобы вы понимали, что все слова, записанные в Библии, это слова, сказанные самим Богом и никем другим, через святых своих 1500 лет прошло между Моисеевыми книгами и до Откровения Анны Богослов. Понятно, что никакое живое существо столько не живет, но Дух Святый сообщал от Моисея до Иоанны Богослова, все слова, которые написаны в Библии, эти слова имеют такую структуру и силу, что никто из людей, живущих, живших или имеющих жить, не может повторить вот эту акристаллическую, я так называю, структуру, как бы сот и пчел, как хотите это. То есть настолько каждая буква и каждое слово, каждое предложение выверено, что если воспользоваться, вот есть такая наука гематрия, где каждая буква имеет свое цифровое обозначение, вы получите такой код, при котором стоит совершенно откровенно, что это не мог написать ни один человек. Я просто приведу пример. В самом начале вы знаете такую фразу, как «Вначале сотворил Бог небо и землю». Вот в этой фразе, к примеру, семь слов и двадцать восемь Бог, кратно семьи, да? Цифровая сумма слов. Бог небо, земля, семь семь семь. То есть даже вот из этих кратких сообщений, я говорю сейчас о языке том, арамейском, это не имеет значения даже, в каком языке. Это для вашего уважения к Священному Писанию, что там ничего не сказано просто так. Это касается и Ветхого Завета, и Нового Завета. То есть вы видите даже по цифрам. Просто вот чисто кратко вот так, что такое, что в Библии встречается. В Библии упоминается число семь, например, упоминается сто восемьдесят семь раз. Это сорок один на семь. Число семьдесят пятьдесят шесть раз. Семь на восемь. Да, конечно, много чего можно. Я просто приведу пример, чтобы люди понимали всю серьезность того, что они читают, и чтобы они как-то, ну, стали более верующими, понимая, что это Бог написал. То есть сейчас вот отвлекусь, что на интернете много кто написал Библию. А вот подлинная история, там, того-то, того-то. Даже не открывайте. Если откройте, чтобы не поселился у вас сатана, чтобы он вам не сказал, это все ерунда, там кто-то. Вот это никто не может написать. Я говорю даже в этой короткой фразе. Вот. Семь – основная цифра в оскровении Иоанна Богослова. Это касается печати, гласов, чаш гнева. Вот. Авторов Ветхого Завета – 21, 7 на 3. Семь из них упоминаются в Новом Завете. Давид, имя пророка, упоминается 1134 раза. 162 на 7. Понимаете? Также Моисей. Тоже там где-то 286 раз упоминается, и все это кратно семей. Чтобы немножко люди представляли, кто это писал и зачем. То есть внимательно. Будьте внимательны, когда вы читаете Святую Библию. И так и Ветхий Новый Завет. Немножко я даже скажу, что кроме того, что в Библии сказано, этого будет даже достаточно, наверное. Хотя еще упомяну, что число 8 Библии – это число самого Иисуса Христа, это число будущего века. Если здесь Библия 8, если здесь 7 зашифровано во всей Библии, касающейся Дней Творения и того, что сейчас происходит, то будущий век, в Откровении много этого, то это число Иисуса Христа. Джизус в греческом языке – сумма имени 8, 8, 8. Вот эту дематрию, если вы возьмете числовые значения букв, Кому будет интересно, я все это покажу подробнее. Я просто вам говорю, чтобы на веру принимали, то, что давно исследовано, у нас ученый такой был Иван Панин, он потратил 50 лет работы над Библией, и вот это все установил, эти законы. Тогда еще не было никаких компьютеров. Вот. То есть число будущего века – 8, 8, 8. Число Христос упоминается 1480 раз. 185 на 8. Спаситель – 1408 раз. То же самое, кратно 8. Число Лорд. Это я уже беру вообще язык там, не важно. 800 раз, понимаете? Мессия – 656 раз, 82 на 8. Дальше, Сын Человеческий – 88 раз. Понимаете, да? Новый Завет. Как зашифровано все там, для нашего спасения, все, что там происходит, чтобы никто не сомневался. Вот. Не буду углубляться в это. Вы можете это сами проверить. Хотя я говорил, что сайты это сейчас вычищаются. Вот эти последние времена, лукавые, они тем характерны, что вранье идет повсеместное. И настоящие сведения о мире, о земле, о человеке, о Библии, они либо искажаются, либо просто убираются. Удивительно, да? Вроде бы, чего им бояться? Ну, вот так вот бояться. Значит, я не буду больше останавливаться на этом. Дальше. Еще отмечу, что в самой природе нашей живой вокруг нас многие цифры тоже кратны семи. Это, как сказать, можно сказать, любимая цифра Бога. Например, у нас есть семь звуков. Кто поет, знает хорошо. А семь цветов основных. Цикл Луны семь кратно четырем. Двадцать восемь дней. А температура нуля, абсолютного нуля, по Кельвину, кто-то слышал, да, знает? Ноль. Абсолютный ноль. Это минус двести семьдесят три градуса кратно семи. Есть такая цифра, как большой индиктион. Эта цифра, она составляет пятьсот тридцать два года, при котором повторяются все абсолютно циклы вместе с постами совсем и возвращаются назад. То есть, это так астрономическая такая цифра, при которой все дни недели совпадают, все фазы, все-все-все. Пятьсот тридцать два. Это семь на семьдесят шесть. Это даже в природе, в живой мы видим, что такое, как Бог зашифровал всю нашу жизнь этой цифрой. Чтобы так опять посерьезнее все понимали. Когда вы будете смотреть вокруг и даже сами где-то что-то свое смотреть, вы увидите много таких якобы совпадений. на самом деле, как Бог нашу жизнь всю упорядочил, дал нам и в материальном мире, и в духовном мире, дал нам вот это вот соответствие своим замыслам и нашим возможностям их исполнить. Что еще вам сегодня об этом сказать? Ну, тут в основном у меня приведены именно подтверждения этих слов. То есть, цифровая, цифровая такая лекция. Я только хотел сегодня сказать вот о том, чтобы люди внимательно читали Ветхий Новый Завет и не сомневались, когда читается Евангелие особенно, что касается всех нас, чтобы люди не сомневались, что это Слово Божие. Сам Бог произнес, и никто другой это не писал. Вот еще про число 13 скажу. Это число сатаны. И почему оно число сатаны? Там без суеверия. Мы число как число воспринимаем, но число это повторяется самого вот этого змея 975 раз это 13 умножить на 75. Слово Искуситель 13 на 81. Это число составляет 10 1053. Слово Змей 780 раз 13 на 60. Удивительно, да? Не, ну, чтобы люди понимали. Даже это. Вот. Отворение земли сегодня мы наверное, кратко просто скажем. Господь, когда открывал Моисею, как он сотворил землю, говорил про эти 6 дней творения, то он заложил уже в основу этих слов и в основу того, что он произвел, заложил безусловное такое, как бы, уже некорреблемое доверие к своим словам. То есть, он сказал нам про эти дни творения, сказал, как он сотворил небо и землю. Мы наверное, сегодня не будем на этом останавливаться. И сейчас с цифрами закончим. Я в следующий раз кратко расскажу о днях творения и быстренько перейду к человеку, потому что в 6 день был создан человек. То есть, расскажу, для чего он был создан, какой смысл был вообще, почему Бог не создал его раньше, а только в последний день творения. Что от него требовалось я грехопадению в следующий раз расскажу. Все это будет связано между собой, особенно вот начиная где-то с 3-го, 4-го раза, потому что мы там перейдем к самому человеку по грехопадению, какие силы в нем остались, что в нем надо, что он должен в нем в себе развивать, как ему примириться с Богом и как ему, так сказать, не попасть в страшное место адских мучений. Так что благодарю за внимание, спасибо, что выслушали. Спасибо. Спасибо.